Ну а прямо сейчас поговорим, что такое цифровая ярмарка и как это будет все организовано. На связи с нашей студией Марина Динкевич, организатор ярмарки современного искусства Art1. Марина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте разберемся действительно в вопросе, что такое цифровое искусство. У нас на ярмарке будет не только цифровое искусство, так называемый digital art. Ну вообще цифровое искусство это то, что сделано с помощью компьютера, да, на компьютере. Не кистью на холсте, да, а с помощью современных компьютерных технологий. И вот это и касается предметов искусства и не только. Что там будет вообще представлено на ярмарке? Там будут произведения искусства в таком классическом понимании. Это живопись, графика и также digital art. За digital art отвечают наши партнеры, это институт МИДИС, который представит художников, начинающих, работающих в этом жанре. Но помимо физических произведений искусства у нас будут аналоги цифровые. Они будут размещаться на электронной площадке и в момент покупки токенизироваться. Это значит, что будет присваиваться NFT метка этому произведению искусства. Ее покупатель будет получать в подарок в своем личном кабинете по электронной почте. То есть, вот смотрите, метку присвоили, а человек физически может потрогать то, что он купил? То, что купил, да. Вот физическое произведение, если мы не берем digital art, то есть он его забирает с собой домой. Он приходит, открывает почту, ему приходит ссылочка. Он заходит в личный кабинет на сайт, где у нас происходит продажа NFT. И там он видит вот эту ссылочку, да, вот ссылочка, это и будет NFT метка. Но у вас будет расчет криптовалютой, правильно? Как-то в реальные деньги потом смогут мастера это перевести или нет? На ярмарке произведения искусства будут покупаться за рубли. NFT продается за криптовалюту, но мы этот процесс упрощаем. То есть, человек не будет иметь дело с криптовалютой, он покупает за рубли, а NFT метка будет в подарок ему присылаться, и она уже будет находиться в его криптокошельке. Вот он ее как будто бы уже сам купил. Ага, ну вот эта метка, это что такое? Давайте простым языком для людей. Ну, это вот, можно сказать, цифровой сертификат подлинности, да. Есть бумажный сертификат подлинности, когда говорим, что действительно, да, это вот произведение искусства, автор передает все свои права, да, покупателю. А тут, ну, практически то же самое, только в цифровом виде, да. Сейчас у нас весь мир переходит в цифру, и, собственно, и на этом рынке, да, вот происходит такая цифровизация. Давайте перейдем уже к искусству. И мы знаем, что хедлайнером выставки станет, фестиваля станет Никита Елизарьев из мяса, который недавно продал свою квартиру, причем... Ой, картину. Пока еще картину, да, за 500 тысяч рублей. Вот как это получилось, что вообще, в чем секрет? Ну, на самом деле он продал не одну свою работу за такие деньги. У него практически все работы, которые он изготовил, уже проданы, кроме одной, которая будет представлена у нас на ярмарке. И стоимость его работ начинается от 8 тысяч евро, но средняя цена это, наверное, 10 тысяч евро. Ну, это криптоискусство, и здесь, наверное, свои вот правила, да, свои цены. Это уже особый рынок такой, там новые покупатели. Как правило, они уже занимаются вот этой технологией блокчейн, да. И вот этот рынок мы только начинаем исследовать, да. Это вот для нас, кажется, такой феномен. Мы с этим раньше не сталкивались, но он существует уже с 2017 года, и вот уже есть сообщество, да, тех покупателей, которые охотятся именно за криптоискусством. И, как оказалось, у нас здесь, в Челябинске, есть художник, который востребован не только вот в федеральном, да, масштабе, но уже и в мировом. Как долго ярмарка продлится? Четыре дня. С 28 по 31 октября. С 11 утра до 7 вечера. Приходите, вход будет свободный. Естественно, вот соблюдая все правила, да, ограничения. Ну что ж, мы с Аней, по крайней мере, только что поняли, что не ту профессию выбрали. Удачи вам, удачи всем художникам и мастерам, которые в этом непростом деле принимают участие. Интересный процесс, да, будем за ним следить, тем более, что у вас там еще и будут мастер-классы. Спасибо вам огромное. Еще раз напомним, что с нами на связи была Марина Динкевич, организатор ярмарки современного искусства «Арт-1». А прямо сейчас передадим слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Впереди встреча с Иваном Уткиным, потому что... Потому что время пришло. Продолжение следует...